МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое время для местных новостей. С вами Каролина Стрельцова. Здравствуйте. В преддверии юбилея Великой Победы. Сегодня наша программа посвящена тем, кто, не щадя своих жизней, с оружием в руках, защищал нашу Родину. Одним из значимых сражений в истории Великой Отечественной войны был Меусфронт. Он проходил на территории Ростовской области. Слово ветерану, участнику штурма Берлина, журналисту, летописцу при Меусе. По своей значимости, кровопролитности и масштабам потерь прорыв Меусфронта сопоставим с битвой на Курской дуге. А неприступность этого оборонительного рубежа, который пролег от Таганрога до Красного Луча, стала причиной, по которой Гитлер назвал Меусфронт голубой линией и восточной границей Рейха. О том, какие же происходили бои на Меусфронте, рассказал ветеран Великой Отечественной войны, и почетный гражданин Матвеева Кургана и Матвеева Курганского района Григорий Кириллович Пужаев. Бои здесь начались на Меусе. В октябре 1941 года немецкие войска вступили в Матвеево-Курганский район. 17 октября 1941 года район был оккупирован. И в том числе и Батвеево-Курган, и Таганрог. Значит, как бы Меусфронт нескольких этапов. Значит, в 1941 году, в марте месяце, наши войска стремились прорвать Меусфронт. Неудачно. Зимой, когда Сталинград освободили, 2 апреля закончилась Сталинградская битва, войска передвинулись с Южного фронта. И была поставлена задача, значит, освободить Ростов и Матвеево-Курган. И только 30 августа, 30 августа 1943 года, значит, был сокрушен Меусфронт. Немцы, значит, были, значит, побеждены. Наши войска освободили полностью Ростовскую область, в том числе и Матвеево-Курганский район. И 30 августа считается полностью освобождена Ростовская область и полностью освобожден, значит, Матвеево-Курганский район. Андрей Лунев, Александр Гайко. Специально для программы «Время местное». Из первых уст белоколитвенец Петр Федорович Соловьев о своем боевом пути, в событиях фронтовых лет, участником которых он был. Приближается 75-я годовщина Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. С каждым годом тех, кто пережил страшные годы лихолетия, кто ковал победу на фронте и в тылу, становится все меньше и меньше. Поэтому так важно для каждого из нас услышать из первых уст всю правду о Великой Отечественной войне, о том, какой ценой была завоевана долгожданная победа. Вся война, если вспомнить, знаете, это неописуемо. Я был командиром пехотного взвода, командиром роты. Пехота, пехота, все пешком. Окопы. Под Варшавой меня тяжело ранило. Привезли в Новочеркасск, вот сюда вот. А до Новочеркасск в госпиталях лежал, там, в Соколов-Подляске в Польше, в Бресте, в Речице. Привезли сюда, понял, там, холера, окопная болезнь так называемая, ранение. И в 44-м году меня списали с армии окончательно. Сказали, вы непригодны к воинской службе. Война – это горе, это разруха. С семьи моей никого не осталось. Отец, брат погибли неизвестно где под Ленинградом. Они защищали Ленинград. В 41-м году ушли. Мать умерла. Я из семьи остался один. Помним, чтим, гордимся. Галина Орлик, Сергей Сарачинский, Максим Ковердынский. Специально для программы «Время местное». Мы помним, мы гордимся. Акция памяти под таким девизом прошла в Ростовской области. В Красном Сулине инициативу поддержали воспитанники социально-реабилитационного центра. В рамках этой акции получатели услуг нашего центра написали обращение к ветеранам Великой Отечественной войны. Символом акции является солдатский треугольник. Так назывался обычный листок бумаги, сложенный особым образом, который доставлялся полевой почтой в годы войны. Это письмо будет доставлено всем ветеранам, проживающим на территории Красносулинского района. В военные годы такие письма для получателей являлись настоящими треугольниками судьбы. Именно они были самым ценным, что мог принести почтальон, даря надежду, веру и поддержку от родных людей. «Пожелания наших подопечных будут доставлены всем ветеранам посредством почты и через социальные сети». Помимо теплых пожеланий в форме треугольного письма для ветеранов, воспитанниками центра были записаны поздравительные видеообращения. Так ребята выразили благодарность, гордость и уважение к героям Великой Победы. «Скоро праздник День Победы! Мы нарисовали рисунки и поздравляем вас всех!» «День Победы! Самый главный праздник! Я подготовлю рисунки всем Днем Победы!» Сначала тех трагических событий минуло уже немало лет, но мы по сей день помним имена отважных советских солдат, ковавших Великую Победу. Ведь все мы в неоплатном долгу перед теми, кто защищал и восстанавливал нашу страну. Юлия Кручинина, Николай Понарин, Дмитрий Сополев. Специально для программы «Время местное». Родник памяти. В Каменске-Шахтинском инициатором конкурса «Чтецов» ко Дню Победы стала 12-летняя девочка. Подробнее в репортаже наших коллег. Говорят, путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Так произошло и в этой истории. Олеся Чеботарева, 12-летняя девочка, разучивала стихотворение о войне и обратилась к своим родителям с идеей необычно его оформить. Родители поддержали ее желание и развили идею. В нашей семье родилась идея, это стихотворение положить на музыку. У нас очень хорошо получилось. И всем знакомым, бабушкам, друзьям, кому мы показывали, им все понравилось, и они спрашивали, как мы это сделали. Сначала молодые, но мудрые родители Олеси хотели просто показать другим, что сегодня существует много технических возможностей для креатива, и что это может быть интересным и полезным занятием для всей семьи. Шаг за шагом первоначальная идея оформлялась в проект детского патриотического конкурса «Чтецов» для узкого круга. Начиная наш проект, я подумал о том, что человек 50 детей мы сможем набрать. Это дети наших знакомых, друзей, 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 ну, кого мы сможем заинтересовать. По задумке авторов конкурса «Дениса и Снежаны», юным чтецам, желающим принять участие в конкурсе, необходимо было выбрать произведение о войне и не просто с выражением прочитать это стихотворение, а придумать мизансцену, сыграть роль, стать тем героем, о котором идет речь. Все это снять, сделать ролик, выложить его на YouTube. Это не только не испугало участников, а еще больше вдохновило. Информация о необычном конкурсе, где ты не столько чтец, сколько артист, стала передаваться из уст в уста, привлекая к участию все больше ребят. 382 участника от 6 до 17 лет в итоге представили свои ролики на конкурс. Как оказалось, для многих это стало еще и личным вкладом в дело сохранения памяти о великом подвиге наших людей. Кстати, название конкурсу «Родник памяти» придумала бабушка Олеси Светлана Николаевна и попала в самую суть. Так же, как «Родник» утоляет жажду и дает силы идти дальше, так и стихи о войне, о событиях, в которых участвовали деды, дает их внукам и правнукам силы понять и почувствовать, что это была за война, что пришлось испытать людям. А конкурс запечатлил это в памяти юных чтецов на всю жизнь. Лариса Алташкина, ТРК Каменск ТР, специально для программы «Время местное». Мирные окна. Картины детей, участников конкурса «По дороге памяти» выставлены в окнах Новошахтинского универмага. Подробнее в материале журналистов телекомпании «Несвятай». 27 марта в детской художественной школе состоялся отбор работ победителей городского конкурса «По дороге памяти», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ребята со всех школ города с энтузиазмом откликнулись на участие в конкурсе. Работы можно было делать в различной технике и сюжет по выбору, лишь бы он соответствовал заявленной тематике. По работам школьников видно, что они прониклись темой победы, так как многие картины высокого качества. И членам жюри выбрать было невероятно сложно, ведь им пришлось пересмотреть свыше 70 работ. Мы выбрали 25 работ. Почему 25 работ? Потому что мы запланировали эти работы показать жителям нашего города и выставить в окнах универмага. И вот сегодня мы пришли оформить эти работы и отнести их на то место, куда планировали мы их поставить. Сегодня мы их оформляем. Картины детей в витринах универмага символизируют мирные окна. И очень хочется верить, что режим самоизоляции скоро закончится, и эти замечательные работы юных новошахтинцев смогут оценить все жители города. Оксана Полникова, Степан Онотс, телекомпания «Несвятай» специально для программы «Время местное». А в Донецке ветеранов поздравили малыши – воспитанники детского сада. Они выучили отрывки из военных песен и стихов, а также нарисовали открытки. 2020 год объявлен годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Этой дате посвящены многочисленные мероприятия. Так в детском саду Лазорик совместно с Ростовским институтом повышения квалификации и отделом образования города прошел сетевой инновационный проект, который получил название «Поклон родному краю». В рамках данного проекта была проведена огромная работа. Общими усилиями педагогов и родителей был собран богатейший материал о наших земляках, защитниках Родины в годы Великой Отечественной войне. Эта огромная работа была проведена с одной целью – сохранить память о великих героях, их бессмертных подвигах, а также поздравить дорогих ветеранов с великим праздником Победы, почтить память тех, кого уже нет с нами. Также воспитанники детского сада вместе со своими родителями поздравили ветеранов на расстоянии. Они выучили отрывки из военных песен и стихов, а также нарисовали открытки, которые будут переданы волонтерам, а те, в свою очередь, 9 мая передадут их в руки ветеранов. Много написано песен о Великой Отечественной войне, и мы с ребятами решили записать в попури песен военных лет. «На границе ходит чихмура, лазурый тишиной объет». «Расцветали яблые груши, поплыли туманной над рекой». Помимо этого, самые маленькие воспитанники детского сада «Лазурик» подготовили свои поздравления. Они выучили отрывки из стихотворения. «Еще тогда у нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете Великий май, Победный май!» Таким образом мы решили поздравить наших дорогих ветеранов. Их подвиги всегда останутся в нашей памяти, «А мы сделаем все, чтобы молодое поколение знало и помнило о своих героях». Алексей Масленников специально для программы «Время местное». На сегодня это все. Поздравляем вас с наступающим праздником, 75-летием Великой Победы. Желаем вам мира и добра. А еще только хороших новостей, о которых мы с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. До встречи на этом же месте, в это же время. Время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова